Всем бобра, дорогие друзья! Снимая перед тобой шляпу, Скотт Ковтон, ты сделал отличную историю на тему количества аниматроников в этой пиццерии. Маленькое введение, в предыдущем видео мы с вами определили, что на самом деле в пиццерии было 4 аниматроника костюма. И да, это правда, однако, здесь было больше аниматроников не так давно. И часть из них была уничтожена по какой-то причине. Наверняка мы знаем об этих двух аниматрониках. Они выглядят достаточно похоже, так, будто они созданы в одном поколении. Их цвет, то, как они выглядят, все это создает впечатление, что они созданы в одной линейке аниматроников. И вот тут все внезапно становится гораздо сложнее. Как я решил предположить, вот эти две тени на самом деле являются реальными тенями, что значит, что два аниматроника на сцене, которые являются источником этих теней, на сцене и в третьей ночи. И если вдруг ты не понял, что я сказал. Те аниматроники, которые справа, а также те аниматроники, которые на сцене, находятся в пиццерии одновременно на третьей ночи. Теперь давай сравним аниматроников справа с аниматрониками, которые находятся на сцене. У них есть достаточно много несовпадений. Ну, во-первых, цвет. Конечно, ты можешь сказать, что там, на сцене, Бонни имеет более темный цвет, потому что Скотт пытался показать, что именно Фредвер, главная фигура в этом сцене, именно он исполняет этот смертельный трюк с откусыванием лобной доли. И это возможно, но есть много других несовпадений между ними. Глаза, нос, ну и многое другое отличаются. Однако, конечно, Скотт может просто перерисовать аниматроников без всякой на то причины. В конечном счете, одинаковый это аниматроник или нет, не имеет значения для дальнейшей теории. Фишка в том, что эти аниматроники не единственные аниматроники костюмов пиццерии. Где-то еще Скотт оставил нам маленький секрет, который доказывает, что здесь были не так давно дополнительные костюмы. На одной из ночей главный герой оказывается в задней комнате, запертый. Это, конечно, грустняшка, но давайте осмотрим эту комнату повнимательней. Во-первых, мы видим какое-то перекошенное тело аниматроника. Трудно определить, чье это тело. Это может принадлежать, конечно же, Фредберу, чья голова находится наверху. Но также оно может принадлежать золотому кролику. Погоди, что? Золотой кролик? Этот кролик полностью отличается от предыдущих аниматроников, которых мы видели. И, наконец-то, эта голова похожа на настоящего кролика. Остальные аниматроники, которые называются Спринг Бонни, вообще не похожи на кроликов. Они больше похожи на гребанных лягушек. Эй, создатели аниматроников, вы видели когда-нибудь вообще кроликов? Они не выглядят так. Это нифига не кролики, это две огромные жабы на двух ногах. Этот Бонни в задней комнате, это старый Бонни. И я в данный момент не говорю о старом Бонни из ФНАФ 2. Это совсем другой аниматроники. Я говорю о старом Спринг Бонни. Кстати, он похож на золотого той Бонни. Но почему он был разобран? Почему его оставили в задней комнате? Кстати, обрати внимание, эти головы слева, они не выглядят похожими. Та, что сверху, похожа на какое-то древнее существо, прямиком из рассказов Лавкрафта. Ну, ты знаешь, там, ктуху и всё такое. Кстати, уши у этой головы отличаются от всех остальных аниматроников, которых мы видели в пиццерии. А та голова, что снизу, похоже, принадлежит Фредверу. Ну, по крайней мере, оно имеет такие же уши. Так что да, я думаю, что это голова Фредвера. Но что за голова наверху? Это... Я не знаю, что это? Неужели Скотт предполагает, что так выглядит голова Бонни? Она же не похожа. Ну, ладно, возможно. Возможно, что эта голова, несмотря на её непохожести, всё же является головой Бонни. Но я на всякий случай ещё подумаю. Ладно, на этом всё, дорогие друзья. Всем пока-пока-пока. Удачи!